МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА От веселого застолья в больничной койке. Эта палата пока пустует, но надолго ли? По данным ВОЗ, Казахстан занимает первое место в Центральной Азии по количеству выпиваемого алкоголя. Об этом сегодня и поговорим. Среди стран Центральной Азии Казахстан является самой пьющей страной. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый четвертый гражданин в год выпивает до 11 литров чистого спирта. Выпиваем мы как по большому случаю, так и по маленьким поводам, зачастую не зная меры и нормы. Оттого большинство посиделок заканчивается на больничной койке. По статистическим данным, за 9 месяцев этого года к нам в приемный покой токсикологии обратилось 5 980 человек с отравлением алкогольными продуктами. Из них 2295 человек были госпитализированы. Это вот 80% госпитализированных больных. Это у нас больные с отравлениями алкогольными продуктами. Зараз спиртного выпивается так много, что организм просто не в состоянии справиться с ядом самостоятельно. Врачам приходится прибегать к медикаментозному вмешательству для очистки организма от токсинов. Люди, которые в течение длительного времени принимают алкоголь в состоянии запойного пьянства в течение месяца, они обычно не кушают нормально, то у них могут развиться и безбелковые отеки. В зависимости от дозы принятого алкоголя, человек может оказаться и в алкогольной коме, если он чрезмерно высокую дозу алкоголя принял. Токсическое поражение печени, которое в конечном итоге может привести к циррозу печени. Есть так называемые алкогольные психозы. В народе говорят «белочка» или «горячка». Когда у человека возникает именно расстройство психики, человек возбужден. Обычно это сопровождается бессонницей. Или сама бессонница несколько суток провоцирует возникновение психических расстройств. Начинаются зрительные галлюцинации, слуховые галлюцинации. Причем это происходит уже после запоя, но где-то на третьи-пятые сутки трезвости. И продуктов недоокисленных много, они отравляют мозг, и психика вот так реагирует. Страшнее всего, что, как правило, большинство выпивающих людей не признают себя алкоголиками и не видят проблем в употреблении спиртных напитков. Люди себя алкоголиками не признают, потому что они считают, что раз он ворыки не валяется, раз он не бомж, раз у него запоев нет, значит, он не алкоголик. Это не так. Это уже первая стадия алкоголизма, психологической зависимости. И опасна она тем, что доза выпитого, чтобы опьянеть, все время повышается. То есть идет время, и количество спиртного, которое требуется человеку, чтобы достичь этого состояния эйфории, вот ему комфортного состояния опьянения, она все больше, больше, больше. Если есть определенная система в употреблении алкоголя, пускай это будет раз в неделю, но эта система, значит, человек уже подвержен определенной привычке, и мы говорим уже о каком-то наличии алкоголизма. Пристрастие к янтарному напитку также является алкоголизмом. Кружечка пенного не вызывает опасения, ведь напиток считается слабоалкогольным, но последствия от него не менее плачевные. Есть такая проблема, и отдельно называется, допустим, пивной алкоголизм присутствует. Я думаю, что по своим последствиям он ничем не хуже водочного. То есть, ну, если даже не хуже сказывается на здоровье, поскольку здесь больше вред наносится внутренним органам человека. Пиво имеет такое свойство, если его особенно употреблять часто, ежедневно, наносит непоправимый вред мочеполовой системе, печени. Ну, там все в комплексе идет. Это касается и различных джиннов, тоников и энергетических напитков с алкоголем. Страшнее всего эти напитки влияют на подростков. Психика, особенно детская психика и юношеская психика, не приспособлены к таким напиткам. Растормаживается в силу того, что в этом возрасте молодые люди и так предрасположены в юношеском возрасте. У них же переходный возраст, кризис, гормоны. А если в это время еще и присутствует алкоголь, то это самым плачевным образом можно сказаться. По данным ВОЗ считается, что если человек употребляет спиртные напитки чаще одного раза в месяц, то у него первая стадия алкогольной зависимости. Пока есть только психологическая потребность в алкоголе. Считается, что эта стадия длится от 5 до 15 лет. А для того, чтобы ее утилизировать, то есть расщепить этот алкоголь, у нас есть фермент специальный, да, алкогольная дагидрогеназа, которая должна расщепить, по идее, этот алкоголь до конца. Но так бывает не всегда. То есть постепенно доза выпитого растет за эти годы, фермента количество уменьшается. Фермент перестает расщеплять до конца алкоголь. Накапливаются продукты недокисленные, которые отравляют организм. И наступает однажды такой момент, что человек вчера выпил достаточно много, потому что уже толерантность высокая. Если раньше он пенел от одного-двух бокалов, теперь он уже бутылку должен выпить, чтобы достичь того же состояния. А фермента уже мало. И вот эти недокисленные продукты вызывают у него отравление, интоксикацию. И на утро человеку плохо. То, что в народе называется похмельный синдром. То есть у каждого он по-своему может проявляться, но в принципе ему плохо. Он его тошнит, может рвать, ему болит голова, он не может есть, его трясет, прыгает давление. Проявление похмельного синдрома говорит о том, что у человека наступила вторая стадия алкоголизма. Во второй стадии алкоголизма, когда возникают запои, есть начальный период, он не очень длительный, но первый, может быть, год-два из этих 10-15 лет второй стадии, есть так называемый период, когда неалкогольными средствами человек пытается снять похмелье. И у каждого там свой, в кавычках, джентльменский набор. Кто-то пьет сок томатный, кто-то рассольчик, кто-то суп горячий, острый ест. И первое время это немного помогает, но ненадолго, потому что фермент все равно, который расщепляет алкоголь, уменьшается или исчезает уже в организме. Количество алкоголя во второй стадии очень большое, максимальное. Это может быть от полулитра до двух литров спиртного. Там, смотря какой алкоголь, какой крепости. То есть выпито много, фермента мало, и потом перестают помогать эти неалкогольные средства. И человеку приходится выпивать спиртное, чтобы опохмелиться. И это уже начало вот этого круга замкнутого. То есть из запоя человек сам вырваться не может. Что такое затяжные запои, Нургуль знает по собственному опыту. Не раз застолье затягивалось на несколько дней, пока в состоянии острой интоксикации женщина не оказывалась на больничной койке. Когда пьете, вы едите что-нибудь? Почему отравление произошло? Не кушаю я. Я вода и водка. Не могу. А так у меня, я в хорошем месте работаю. Алкоголиком себя Нургуль не считает. Ведь она работает, а выпивает только по поводу. И в этот раз все началось, как говорится, за здравие. А вот иногда, если чуть нервами, остановиться тяжело. А когда все вообще отлично, хорошо, три-четыре стакана я пью иногда. Поэтому я могла два года не пить, бывало так. Иногда Новый год, вот такой. В этот раз тоже день рождения было. У меня внутри-то настроения не было. Поэтому получилось, так выпила. После четырех дней беспробудного пьянства родственники Нургуль положили ее в больницу. Как позже рассказал нам женщина, проблемы с алкоголем начались у нее после 30 лет. И вот и уже 15 лет родные ищут возможность помочь Нургуль. Гадалкам отвезли, я им сказала, это бесполезно. Человек должна сама хотеть. Революционным тоже была я. Я им все время говорила, что если я не хочу, это жизнь, моя жизнь. Если я буду жить, это моя жизнь. Это тоже попробовали. Не получилось у них. Выпить в день рождения или в любой другой праздник становится нормой. Если праздника нет, то пьем по случаю встречи, пятницы, бани. Повод найти можно всегда. Выпиваем дома и в различных кафе, пабах и забегаловках. Как правило, подвыпивший человек не особо разборчив в качестве сервиса и обслуживания. На это и рассчитывают многочисленные кафе-забегаловки, работающие в темном. Когда приходит заявление или жалоба на определенный кафе, то в первую очередь, конечно, на качество продуктов. Второе, то, что могут изготавливаться из продуктов, которые имеют просроченные сроки хранения, неправильные хранения. Основные нарушения, когда наши специалисты выходят, это неправильное товарное соседство продукции, нет документов на продукцию, то есть сертификатов, лабораторные исследования отсутствуют. Также еще имеются такие нарушения, как непрохождение медосмотра работниками данного кафе или ресторана. Кафе с менее 50 посадочных мест проверяются только по случаю жалобы. На такие проверки сотрудники Управления охраны общественного здоровья выходят регулярно. Если хотят корпоративы проводить, просто людям надо зайти на кухню. Как это готовится? Есть ли все цеха? Даже цех для холодных закусок, для горячих закусок. Есть же отдельные, все это предусмотрено. А если это все вместе делается в одном, и горячие, и холодные, то риск того, что вот это все смешается, очень большой. После посиделок в таком кафе, помимо алкогольной интоксикации, вполне вероятно получить и кишечную инфекцию. Согласно статистике, более 80% преступлений происходит под действием алкоголя. Все начинается с безобидных 100 грамм, заканчивается тюрьмой. Более 50 тысяч контрафактной алкогольной продукции выявили сотрудники Комитета здравоохранения Алматинской области за 2017 год. Подделки разливали в 9 цехах. В ходе расследования изъято свыше 11 тысяч поддельных акцизных марок. Выявлено 28 уголовных правонарушений, которые зарегистрированы в Единый реестр досудебных расследований по статье 233 Уголовного кодекса Республики Казахстан нарушение правил маркировки подакцизных марок. 10 октября 2017 года нами была пресечена деятельность подпольного цеха, который изготавливали алкогольную продукцию кустарным способом. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены 300 бутылок, 3 пластиковые канистры, в котором был установлен спирт. Контрафактную продукцию разливали, как правило, в домашних условиях в подвальных помещениях, без соблюдения каких-либо санитарных норм. В бутылке раскрученных марок заливался разбавленный спирт. По словам следователя, зачастую бутылки не проходили даже предварительной обработки. Те же бутылки, которые принимают прием бутылочных стеклянных посуд, также клеят наклейки, разливаются и продаются. Не раз подобные цеха выявлялись и в городе. Порой преступники подделывали даже элитные напитки. В целом по городу очень, ну, будем говорить так, достаточно подпольных цехов, которые вырабатывают контрафактную продукцию. И действительно, там и водка, там и коньяки, там и вина, там очень много приносили, потому что ежемесячно они нам ящиками приносили в лабораторию. И действительно выходило, что, например, водка, там в основном по содержанию спирта и всегошнего масла. Превышение очень большое идет. В коньяке то же самое коньяк, например, разбавляет чисто водка, чай разбавляют, вот тебе для цвета, а там никакого коньяка и не пахнет. То же самое вина. Есть вина, который просто-напросто подкрашивает, подгоняет под вино якобы, добавляет туда различные красители, различные ароматизаторы. И вот получается, что такая продукция контрафактная. И таких фактов очень много. Суррогатный алкоголь – это алкоголь, который содержит в своем составе кроме этилового спирта и другие технические спирты. Это может быть метиловый спирт, изопропиловый спирт, бутиловый спирт. В последние годы таких отравлений меньше. Помимо такого же токсического воздействия на организм, как этиловый спирт, эти технические спирты вызывают специфическое поражение. Вот, например, метиловый спирт, он может вызвать атрофию зрительного нерва, и человек может ослепнуть после такого отравления. Изопропиловый спирт, например, дает поражение слизистых желудочно-кишечного тракта в ходе до образования язв острых, эрозии. Многие эти отравления суррогатами алкоголя поражают печень, почки. Развивается токсическая гепатонефропатия. И чаще всего отравления суррогатами алкоголя, они протекают тяжело, и смертность от них высокая. Осторожнее стоит быть и с покупкой безалкогольных и энергетических напитков. Популярные марки также подделывают самопальщики. В одном из цехов под Алматой был азиат от свыше 20 упаковок энергетических напитков. Судя по всему, ассортимент данного цеха разнообразный. Пока упаковывается один товар, идет подготовка к разлитию другого. Об этом говорит большое количество пустой тары. Способ приготовления энергетических напитков – это в основном было использовано дешевый лимонад. Добавляли туда лимонную кислоту. И в антисанитарных условиях изготавливали энергетические напитки и контрафактных изделий. Как правило, контрафактная продукция сбывается по небольшим магазинчикам, находящихся во дворах. Подпольщики предлагают цену гораздо ниже рыночной. И продавцы охотно берут этот сомнительный товар. После окончания досудебного расследования полностью алкогольная продукция уничтожается. В ходе радостных мероприятий полностью в цехах то, что есть, все изымается и полностью уничтожается для того, чтобы боли не повторялось. О том, что проблема алкоголизма распространена в Казахстане, говорит и количество обращений к наркологам. Вывести из запоя, закодировать, научить жить без употребления. Родные алкоголиков готовы пойти на все, чтобы положить конец пьянству. Есть государственные и частные организации. Про государственные будем говорить, что это исключительно только медикаментозное купирование. То есть, может быть, это детоксикация в различных проявлениях и в дальнейшем купирование различными видами кодирования. Что касается частного сектора, здесь, конечно, идет по трем направлениям. Это, если говорить про реабилитацию, это какие-то духовные вещи в виде реабилитационных центров, религиозного направления, трудовые лагеря и комплексные реабилитации, которые используют в своем арсенале, может быть, какие-то 12-шаговые программы. Самым распространенным способом лечения алкоголизма является кодировка. Как правило, применяется медикаментозная терапия, применение средств, вызывающих непереносимость или отсутствие эффекта от приема алкоголя. Здесь, конечно, эффективность достаточно невысока. Во всяком случае, это идет сразу ограничение во времени, потому что кодировка ставится на определенное время. От года 3-5, в зависимости, конечно, от стоимости, от качества самой кодировки. Но опыт показывает, это работает только в первый раз. То есть, если кодировка сработала в первый раз, то, возможно, он и продержится какое-то время. Если он ее сам снимает каким-то образом, то есть, переступая через свой страх, то в дальнейшем его же это не остановит. Кодировка исключительно на страхе только делается, потому что там пациенту показывают, или во всяком случае доносятся до него, что может произойти в результате употребления. Здесь основывается исключительно на страхе. На сегодняшний день наиболее эффективным лечением является реабилитация. Именно в процессе реабилитации человек меняет свое отношение к спиртному, вырабатывает собственную мотивацию к ведению трезвой жизни. В реабилитационном центре лечение алкоголизма проводится психологами и консультантами по химическим зависимостям. И если мы говорим о некоем принудительном, даже пускай со стороны родственников, каком-то давлении на то, чтобы эти изменения наступили в жизни пациента, то здесь, конечно, нужна длительная реабилитация, поскольку положительные, так скажем, паттерны поведения его, которые могут положительно повлиять на его жизнь, дать положительные результаты, их нужно закреплять какое-то время, дать трезвую привычку жить, чтобы он увидел положительные плоды. Для этого нужно время, конечно. И комплексный подход, разумеется, чтобы там была вовлечена и групповая терапия, может быть, индивидуальная работа с психологом подействует, даст свои результаты, физические упражнения. Если комплексно подходить, то и в принудительном случае можно добиться положительного результата. Однако оставаться трезвым в нашем обществе не так уж и легко. Выйдя из реабилитации, зависимый сталкивается со множеством соблазнов. Преодолевать болезненную тягу приходится везде – от похода в магазин до посещения родственников. Зачастую начинаем употреблять алкоголь, потому что мы испытываем какие-то чувства. Будь то траур при потере родственника или близкого человека, или будь то свадьба. Конечно, то, что мы испытываем, нам либо охоту усилить в одном случае, либо охоту заглушить в другом случае. Но в любом случае это всегда связано с чувствами. Единственное, чем мы будем расплачиваться после, если, допустим, в первом случае брать веселье, которое мы хотим усилить, то уже простыми методами в трезвом виде мы уже не достигнем того результата, который нам бы хотелось. То есть без алкоголя мы уже не будем достаточно веселы. Когда у человека настроение хорошее, то алкоголь усиливает эмоции. То есть настроение еще лучше. Может, ради этого его и принимают люди на праздниках. Опасно, когда у человека плохое настроение. Сниженное или депрессии. Алкоголь усилит плохое настроение. И это опасно. Вот, кстати, с суицидальными попытками, когда к нам поступают, довольно часто в алкогольном опьянении. И иногда объясняют это тем, что было плохо на душе, и вот хотел выпить, немножко улучшить настроение. И это иллюзия, это самообман, потому что настроение ухудшится. То есть алкоголь подчеркивает те эмоции, которыми человек в это время занят. Если у него агрессия, раздражительность, пыльчивость, он усилит эти эмоции. Поэтому бывают иногда люди такие тихие, смирные с виду, напившись, ведут себя очень агрессивно, буянят, конфликтуют, дерутся. Потому для искоренения проблем алкоголизма необходимо отрезвление всего общества. Если мы выросли в такой культуре, в такой среде, где алкоголь является неотъемлемым, что ли, да, частью праздника, то, конечно, сам праздник будет вызывать у нас дискомфорт, если мы хотим остаться трезвыми. Сейчас, ну, вот эта проблема в семьях решается. Я знаю очень много семей, которые праздники встречают без алкоголя. И я думаю, что вот этим детям, возможно, будет уже проще на эти праздники реагировать. Лично я считаю, что никакой алкоголь не способен заменить радость общения с близкими и родными людьми. Берегите друг друга. Это была программа «Обо всем без купюр». А мы увидимся с вами на следующей неделе. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова